Дорожники борются с последствиями снегопадов? Какие заболевания находят при диспансеризации? Дорожники круглосуточно убирают снег с улиц города. В первую очередь сотрудники ДЭО расчищают основные городские магистрали. Но несмотря на усиленную работу, ситуация на дорогах сложная. На магистралях образовываются серьезные пробки. По прогнозам синоптиков, облачная погода с метелями и снегопадами продержится в городе еще несколько дней. Возможно, гололеты и снежные заносы. Ипподромская магистраль – одна из ключевых в городе. Здесь непрерывный поток машин. Сегодня идет комплексная уборка снега на участке от улицы Фрунзе до Военной. Техника двигается по всей ширине дороги, сметает снег в лотковую часть правой стороны. Затем снежный вал сформируют, загрузят самосвал и увезут на снегоотвал. В течение уже нескольких дней идет снег. Основным у нас дефектом содержания является заужение проезжей части в связи с формированием снежных валов. Убираем снег с проезжей части, естественно, образовываются снежные валы. Их наличие влияет на пропускную способность прежде всего, но и, естественно, на безопасность дорожных движений. Также еще производится противогололюдная обработка проезжей части. Это необходимо для того, чтобы накат, который прикатывается колесами, Если его, допустим, не обрабатывать, он примерзает в проезжей части, но и образуется зимняя скользкость. Вот наша задача дорожников – не допустить такого дефекта. Магистральные дороги после прекращения снегопада мы должны убрать в течение четырех часов. На дорогах более второстепенных это должно происходить в течение шести часов. Снежные валы мы обязаны ликвидировать в течение недели. Эту проезжую часть уже обработали Бионордом. Его используют для того, чтобы не образовывалась снежная колея. Реагент работает лучше при большом потоке автомобилей. Под колесами он плавится и тем самым рыхлит снег. Участок у нас практически 10 километров. Порядка 40 единиц техники. Необходимо, чтобы убрать именно эту улицу. Пробки, они возникают от ряда таких объективных причин. Кто-то не соблюдает именно правила ПДД. Где-то погода, где-то наша работа. Потому что мы в силу своих технологий занимаем одну или даже две полосы движения. Может, техники не хватает, поэтому... Техники не хватает. Техники не хватает. А людей на этой технике хватает? И людей на этой технике не хватает. Мы испытываем постоянный дефицит в специалистах именно рабочих профессий. Так что милости просим, если собираетесь, устраивайтесь к нам. А зарплата? Зарплата у нас неплохая. В среднем заработная оплата у нас 50-60 тысяч рублей. До конца недели ситуация на дорогах с пробками будет непростой. По прогнозам синоптиков, нас ждет облачная погода с метелями. Возможен гололед и снежные заносы. Новогоднюю иллюминацию в центре города начнут демонтировать завтра. В первую очередь уберут световой потолок на улице Ленина. Его отключат завтра в 6 часов вечера. Демонтаж гирлянд займет около недели. До этого времени можно полюбоваться иллюминацией в Пермайском сквере. Затем ее уберут. Но планируют оставить часть украшений и вывести только крупные элементы. Театральный сквер останется нарядным до 1 февраля. Сначала демонтируют ледовые фигуры, фотозоны и световые элементы. А главную новогоднюю елку разберут ближе к середине февраля. Здесь тоже оставят часть гирлянд до конца марта. Болезни системы кровообращения, органов пищеварения, дыхания и сахарный диабет выявляют чаще всего во время диспансеризации. В прошлом году зафиксировали больше 40 тысяч случаев, когда человеку нужна была медицинская помощь или консультация. Врачи подчеркивают, зачастую диспансеризация помогает обнаружить болезнь на ранней стадии и призывают горожан регулярно проходить бесплатное обследование. Увеличено время работы лечебных учреждений для проведения диспансеризации с 8 часов до 8 часов ее можно пройти. Возможность записаться через госуслуги, по телефону, через колл-центр. Можно записаться и в поликлинике, то есть все виды записей существуют. И по выявленным заболеваниям, выявлено за прошлый год только социально значимых заболеваний, артериальной гипертонии 12 537 случаев. То есть это столько людей не знали о том, что у них повышенное давление. Сахарный диабет 1738 случаев, злокачественное новообразование 693 случая и 72 случая туберкулеза. Студенты Аграрного университета пообщались с Евгением Гришковцом. Сейчас драматург, писатель, киноактер и музыкант вместе с группой «Сплин» помогают в творческом становлении молодому автору, а не отмаховой. Девушка отбывает срок в колонии, написал уже около сотни песен. Евгений Гришковец рассказал студентам, как справляется с творческой рутиной и за что любит Сибирь и родной Кемерово. Люблю встречаться в вузах с людьми, которые в них работают и учатся. Мне всегда интересно, что вам интересно лично от меня. Спасибо вам большое, что вы приехали в Новосибирский Аграрный университет. У меня такой вопрос. Вы сталкивались с, назовем это так, писательскими кризисами? Как вы из них выходили? Я переживал такие кризисы. У меня просто такая очень счастливая история в жизни, потому что, если я не пишу книгу, то я могу играть в спектакль. Люди этому рады. Ты понимаешь, что ты людям нужен. Все становится очень просто. Ты понимаешь, что все не зря. Деревья. Едешь, на восток они вот так мелькают, а на запад вот так. Никакой разницы. Я имею в виду, что за окном поезда такой пейзаж, глядя на который, русский человек просто обязан сказать вот так. Какая красота! Кто пишет песни, музыку? Вы или кто-то член вашей группы? Записали новый альбом весной 2020 года, но случилась пандемия, и все эти гастроли были отменены. В театральной деятельности много чего забавного происходит. А когда группы все, ну что, приехал на концерт, сыграл, напился, и что больше ничего интересного. В общем, рок-н-ролл не самое интересное занятие на свете, поверьте. В чему вы выбрали для жизни именно Калининград? Чем он вас привлек так? Сам выбрал новую работу, сам выбрал новый город, другой город, сам выбрал дом, в котором живу. Родной город, школу, не выбирают. Там я все выбрал, а здесь я ничего не выбирал. И еще тогда, когда я жил здесь, когда я жил на родине, в душе и в сердце было место, кто в него, что в него попало, то и остаться. Спортивную студенческую ночь устроили в Новосибирске. Наш регион поучаствовал во Всероссийском фестивале. На лед вышли хоккейные команды Новосибирского аграрного и Югорского государственного университетов. Они сразились в матче студенческой хоккейной лиги. Хозяева площадки в этом сезоне пока выступают не очень удачно, но в этот раз дали сопернику серьезный бой. Встреча завершилась со счетом 6-4 в пользу новосибирских студентов. Последний домашний матч сезона для студенческой хоккейной команды «Урожай» стал особенным. На нем ребята празднуют Всероссийскую студенческую ночь. У нас на территории Новосибирской области студенческому спорту уделяется большое внимание. В прошлом году в рамках этого праздника здесь же на этом катке у нас проходило массовое катание. Было очень много студентов, всем предоставлялись коньки бесплатно. Ну и сегодня то, что у нас здесь встречаются хоккеисты, это очень отрадно. И команды серьезные, и представительства серьезные. Я думаю, что сегодня праздник состоится. Мы всегда настраиваемся на победу. В этот день не исключение. Мы хотим победить. Соперник хороший, ребята опытные, проигравшие. Достойный соперник. Тоже настроен на победу. Подправиться и мяч. Для ребят важна каждая игра, тем более впереди выезд. Поэтому зачетные книжки и ручки, так привычные для многих студентов, пришлось отложить в сторону. Зачет сдают на ледовой арене. Здесь уровень хоккея намного выше, чем играют в юношеских командах. Поэтому ребятам надо подпривыкнуть, начиная с тренировок, оказывать и заслуживать место состава. Не бывает легких игр. Как бы все команды готовятся, все хотят побеждать. Тренер перед каждой игрой говорит побольше бросать и также не забывать про оборону. В первую очередь от обороны главное сыграть хорошо, чтобы не пропустить. Сейчас новосибирцы занимают последнее место в сибирском дивизионе. Они сыграли 12 игр в рамках регулярного чемпионата студенческой хоккейной лиги, выиграв одну игру в основное время и одну в овертайме. Юбилей поэта, барда и актера Владимира Высоцкого отметили в Новосибирске. Символ эпохи 70-х. Ему сегодня исполнилось бы 85 лет. В честь этого события в арт-платформе «Дом да Винчи» открыли тематическую выставку, а в научной библиотеке – культурный центр «Высоцкий» и установили бюст поэта. Более 200 стихотворений, 600 песен, десятки фильмов и спектаклей, даже поэмы для детей. Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет. Наш пятый фестиваль совпадает, так получилось, конечно, мы заранее ничего не загадывали, с 85-летием Владимира Семеновича Высоцкого. Сегодня в Новосибирской областной государственной библиотеке будет открыт культурный центр «КЦ Высоцкий». С этого дня он будет действовать. Бюст нам изготавливали в Москве, отливали здесь, в Новосибирске. Мы этот бюст хотели сделать наподобие бюста Марины Ивановны Цветаевой, хотели, чтобы они стояли вместе. В Новосибирске Владимир Высоцкий был несколько раз, но всегда неофициально. В честь его юбилея в столице Сибири открыта уникальная экспозиция с раритетными, эксклюзивными вещами. Например, в этих книгах есть тексты песен и комментарии, а в конце каждого издания есть CD-диск. Особое место в экспозиции занимают пластинки. Большая часть из них была создана при жизни Высоцкого. Послушать их можно прямо на месте, в наушниках. Помимо мероприятий в нашей библиотеке проходит несколько выставок, посвященных Владимиру Высоцкому. В арт-платформе Думи да Винчи у нас выставлены также очень интересные издания из фонда библиотеки о жизни и творчестве Владимира Высоцкого. И организаторы фестиваля Высоцкого поделились совершенно уникальными пластинками, сам издатовскими книгами. Вспоминать творчество Владимира Высоцкого и исполнять его произведение стало уже традицией в день его рождения. Всегда мы проводим честь дня рождения и честь дня памяти 25-го числа. Встреча здесь на памятнике Высоцкого, возложение цветов. Летом, в августе, конечно, мы здесь поем песни, здесь собираются ребята с гитарами. Высоцкий уже несколько лет входит в тройку известных людей России. Ту поэзию, манеру, характер и так далее, которую он задал в свое время, до сих пор еще никто не мог бы даже приблизиться к этому, повторить как-то. Это удивительный человек, это легендарная личность, я считаю, что почитать его будет долгие-долгие годы. Якутское кино покажут в Победе. Завтра в прокат выходит фильм «Не хороните меня без Ивана» режиссера Любови Борисовой. В основе картины реальная история русского живописца-этнографа Ивана Попова и его друга Якута Степана Бересикова, который страдал от литургического сна. Действие происходит в Якутии в начале прошлого века. Зрители Победы первыми увидели картину, в кинотеатре устроили специальный показ фильма и онлайн-обсуждение с автором ленты. Новое якутское кино «Не хороните меня без Ивана» Этот фильм победил на новом российском кинофестивале «Зимний», получил гран-при, получил очень высокие оценки критиков и его режиссер Любовь Борисова сегодня выйдет с нами на связь после показа. И как это принято в Победе, мы обсудим этот фильм с его создателем. Якутское кино – это известный бренд и, наверное, гордость российской киноиндустрии. Самобытность, умение при небольших бюджетах, но за счет драматургии, за счет истории сделать действительно качественный фильм, умение балансировать на грани авторского независимого кино и кино зрительского. Ну и в этом, конечно, помогает уникальная якутская природа, сами условия непростые. Они всегда главные действующие герои якутских фильмов. Физически он абсолютно здоров, так что тут медицина бессилена. Я смотрю фестивальные фильмы, и все такие депрессивные, что-то все плачут, а наши фильмы какие-то позитивные. В общем, это психология северян, да? И я начала рассматривать и размышлять на эту тему. И в итоге получился такой сценарий, где мы говорим преимущественно о красоте. Быть в курсе последних событий поможет радио «Городская волна». Слушать можно в умных колонках. Попросите Алису включить радио «Городская волна». Завтра в 18 часов слушайте программу «Вечерний разговор». Тема – организация вывоза мусора с контейнерных площадок многоквартирных домов. А на сайте nascanus.info читайте о том, как найти потерянную кошку. Смотрите новосибирские новости на платформах «Дзен» и «Рутюб». На этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова